Сервисный режим В прошивке этого прибора добавлен расширенный режим, в котором, в отличие от простого, существуют регулировки напряжения начала снижения тока, возможно включить асимметричный заряд с окончанием заряда по напряжению или по току, и также вы можете контролировать выдержку при установленном напряжении. По умолчанию вам будут предложены оптимальные настройки параметров, однако вы сможете их изменить, но в этом следует строго придерживаться инструкции к вашему аккумулятору. Ведь, например, для 12-вольтовых кислотных аккумуляторов напряжение разряда должно быть не меньше 10,7 В, иначе вы можете свою батарею испортить. С последней версии прошивки прибора появилась возможность записи отчетов на SD-карту. Для этого в самом начале работы с прибором необходимо в его настройках поставить галочку «Записи отчета на SD-карту». При этом вы сможете регулировать периодичные записи от 1 до 300 секунд. Запись будет производиться во всех режимах – блока питания, заряда и сервиса. Некоторое время назад я поставил свой подубитый аккумулятор параметрами 12 В 9 Ач в режим сервиса с проведением трех циклов разряда-заряда. После завершения процесса я получил оценку фактической емкости после каждого из трех циклов. После первого – 6,8, второго – 7,4 и третьего – 7,9 Ач. Таким образом я частично восстановил емкость своего аккумулятора. После всего этого я хочу посмотреть отчет с SD-карточки. Имейте в виду, что отчет запишется только с нажатием на кнопку «Стоп». Вытащим карточку из прибора и вставим ее в компьютер. А полученный файл можно будет открыть любым текстовым редактором. Тут мы видим установленные мной параметры и запись значений напряжения и тока через период времени, заданный в настройках. Для наглядности я предлагаю построить график. Вызовем мастера диаграмм. Выберем из предложенных типов диаграмму XY и построим нашу картинку. На ней наглядно видно проведение всех трех циклов разряда-заряда. Таким образом мы убедились в уникальности данного прибора, который в режиме сервиса частично восстановил емкость старого аккумулятора. Продолжение следует...